Эти фотографии облетели весь латвийский интернет. Пенсионер своими силами латает дыры на дорогах своего двора. Не дожидаясь, пока эту проблему решат официально, он сделал все за свой счет. Неужели нет других вариантов? Эвел Дуколь встретился с героем интернета. Всего здесь 8 ям. Одна, вторая. Это было последнее, которое я отремонтировал. Затруднение в том, что здесь люк. Пришлось сделать наискосок так. Потом вчера я сделал это и вот эти вот две. Делалось кирпичом и быстро спадающимся цементом. Поэтому она вчера успела затвердить, и можно спокойно ходить. Жилой квартал на улице Эйзенштейна в Мештемсе. По этой улице ежедневно приезжают десятки водителей. Кто домой, а кто в школу или детский садик. Такое состояние дорог большинство жильцов не устраивает. Но принять меры решил лишь пенсионер Роберт. За свой счет. На все потратил около 70 евро и несколько часов. Я ездил по этим ямам, я чувствовал, что я ее гублю. И потом я так, когда я все это сделал, я прикинул, что если каждая из этих 500 машин, которые находятся в этом районе, еду через эти ямы, они ухудшают свои подшипники. В социальных сетях в знак благодарности люди начали собирать средства, чтобы отблагодарить Роберта за его поступок. Но почему эту работу делает пенсионер, а не ответственные службы, для многих на этот вопрос нет ответа. Ну, ямы, никто ничего не делает. Кому это надо делать? Говорят, домам, я не знаю. А в школу ездят все. Дело в том, что за состояние конкретного участка двора отвечает общество жильцов этого же дома. И самоуправление не имеет права проводить какие-либо работы на чужой земле. Более того, за столь плохое состояние дороги самоуправление вправе оштрафовать тех, кто должен за ним следить. Ведь сейчас это единственный путь, по которому можно добраться, например, до детского сада неподалеку. Если нарушены строительные нормативы, яма слишком глубокая и не отвечает требованиям, конечно, можно составить протокол. Следовательно, дороги нужно привести в порядок. Но пока там нет катастрофической ситуации. Отметим, в ситуациях, когда жильцам обременительно следить за своей же территорией, самоуправление может взять эту обязанность на себя. Жителям, сотрудничая с управляющим и хозяином земли, вести эти дороги официально, сделать как сервитут. И тогда появляется возможность, что самоуправление может участвовать и ремонтировать эти дороги. По-другому это невозможно.